Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех мультимедийных представителей «Стутник Беларусь». Сегодня мы поговорим с организаторами и членами сборной Беларуси, которые поедут на первые автомобильные спортивные, автоспортивные игры под эгидой Международной автомобильной федерации. Я буду интересно поговорить. Я рад приветствовать вас в гостях. Исполнительный директор Беларусской автомобильной федерации Александр Зайцев, вице-президент Беларусской автомобильной федерации Алис Вайан, председатель Беларусской федерации киберспорта и инновационной федерации Денис Волуш, директор по маркетинговой компании «Партнера» «Баримач» Михаил Герасимович, пилот по дрифтингу Дмитрия Нагула, пилот по виртуальным гонкам Кирилл Пилецкий и пилоты картинга Ксения Шуба и Алексей Савин. Александр, давайте начнем с вас. Что за идею предмола Международная автомобильная федерация? Я так понимаю, что эти автоспортивные игры – это объединение как реальных гонок, так и виртуальных. Откуда из вас такая идея, как наша федерация в Дни Юг и Сады, спрашиваю вас? Идея этого Международной автомобильной федерации появилась в этом году. Изначально эта идея задумывалась с прошлого года, был проведен клубок нации, в котором точно так же Беларусь была представлена. Он проходил в Бахрейне и только в одном классе автомобиля. То есть после того, как соревнования были проведены в Бахрейне, ФИА решила расширить формат этого мероприятия. И с этого года они объявили, что данные спортивные соревнования будут проходить ежегодно. То есть будут меняться постоянно локации и, соответственно, тоже самое будет меняться дисциплина. В зависимости от той локации, где будут проходить данные мероприятия. Мы, как являясь федерацией, полноправным членом Международной автомобильной федерации, получили приглашение представлять нашу страну. Сделали отборочные туры, выбрали спортсменов. Сейчас будем ехать побеждать. Какие виды гоны будут представлены на этих играх и в каких видах будет наша команда в спортивной? Не знаю, вам, моим вопросом. Не, наверное. Значит, дисциплин всего будет шесть. То есть это будет карта Макслава, будет дрифт, будет гранатуризма и будет туринг-карта. Кубка, туринг-карта. То есть мы будем представлены в четырех дисциплинах. Мы будем представлены в цифровом кубке, в Digital Cup, в карта Макслава. Мы будем представлены в дрифте и будем представлены в ДТ-кубке гранатуризма. То есть на сегодняшний день наших представителей гранатуризма нет. Они сами сейчас находятся в Австрии. Александр Толканица-младший, Александр Толканица-старший, которые в том году представляли нас на кубке на Цепь Бахрейна. Поэтому мы с ними встретимся завтра уже будем. Так что, ну, как бы, четыре дисциплины из шести мы смогли представить. Остальные, походу, не можем представить, потому что там есть еще Формула-4. У нас нету таких машин на территорийной страны. Ну и в туринг-каре у нас тоже как бы нету машин, которые могли бы мы направить туда для участия в данных соревнованиях. То есть просто нету машин, да, и пилоты, а пилоты у нас есть, и хорошие пилоты. Так что нам нужна машина. Я добавлю, дело в том, что у нас в стране нету стационарных трасс для автомобильного спорта, кроме картодромов, и проведения полноценных чемпионатов по кольцевым гонкам, такого плана, как в Александре Назборовой в классе Формулы-4, или же вот в туринг-классе нам не предоставляется возможное. Понятно, в данной дисциплине у нас развивается... Ну, в Формулы-4 вообще нет ни одного представителя. Что касается в кольцевой фронтах, у нас некоторые этапы проходят даже на территории России. И поэтому, ну, достойно на том уровне, на котором мы хотели бы там быть представлены, решили, что будем. Поэтому выбрали те четыре дисциплины, которые уже вам назвали, и я надеюсь, что наши пилоты покажут достаточно хороший результат. Как проходил отбор в команду? Это касается и в России, и в Федерации, и Денис. Сразу же и вам вопрос, да? Как проходили отборы? Кто упирался в команду? По каким критериям? Что касается дисциплины Дрид, Дмитрий Нагул является трехкратным вице-чемпионом Беларуси и чемпионом Беларуси в 2018 году. То есть это сильнейший пилот нашей страны, представляющий, опять же, наш флаг не только у нас, но также Дмитрий, по-моему, вице-чемпион, я уже год не помню, 16-го, как у Восточной Европы, 16-го года, у него есть золотая медаль на такой трассе, как Угар-Линг, и в этом году он получил прорыв года в российской билетерии, это один из сильнейших чемпионатов на планете. Он участвовал там в четырех этапах из шести и занял даже неплохие позиции. Поэтому здесь нам выбор был очевиден. Что касается картинга Слауна, был проведен отборочный турнир небольшой, открытые заявки были, я не могу сказать полное количество, но около десяти представителей в каждом, ну не классе, а нам нужно было девочку до шестнадцати лет по требованию мафии. Я и хотел спросить, да, Ксения у нас юна, а Алексей тоже мафии. Да, это требование до шестнадцати лет. Вот это картинга Слауна, картинга Слауна до шестнадцати лет, до шестнадцати лет, насколько я помню, требования и представителей женского и мужского пола. Поэтому мы провели отбор и победители в своих классах, скажем так. Вот здесь присутствуют Алексей Савин и Ксения Мишу. Ну, по поводу Digital Cup, цифрового кубка, здесь стояла задача провести отдельные соревнования, и наши партнеры и давние друзья из Федерации киберспорта вниз, пообщавшись, пришли к мнению, что нужно развивать зону дисциплины и пресс, потому что не только мы, но в первую очередь уже и Международная Федерация ведет за этим будущее, там проводятся все равно международные сильные турниры, и даже победители некоторых турниров становятся реальными лонщиками, их берут в конкретные программы по реальному автоспорту. Поэтому, ну, перед нам слово Денис, он расскажет, как все это было проведено. Денис, прошу немножко про специфику именно в виртуальных гонок, которые будут на этих играх. Как проходил отбор, кто поедет в Беларусь и в ваших? Спасибо. В первую очередь я хочу, так сказать, сказать спасибо Айку, Александру, за то, что у нас это получилось, потому что на самом деле они были основными двигателями этой всей истории. Плюс, конечно же, нам очень отрадно, что классический спорт, как автоспорт, обращаясь на развитие цифрового спорта, то есть гиброспорта, четко понимают, что аудитория сейчас, и она везде, в общем-то, и ее очень много там в цифре. Поэтому, конечно же, мы с удовольствием согласились для того, чтобы все это произошло, и так далее. Как ребята сказали ранее, там отсутствует, скажем, машина в формуле 4. У нас на самом деле, для того, чтобы провести соревнования по диджиталу к Дюйдле, у нас тоже отсутствовали машины по факту. Сегодня в республике. Это единственное два кресла, которые сегодня есть. Я имею в виду, возможно, у ребят они есть дома, возможно, это самоделы, я об этом, возможно, уже Кирилл расскажет. Потому что ребята развивались сами до этого, мы их как бы не видели до этого, они развивались, строили для себя какие-то там кресла, купали на рули, там это, но они все были, так сказать, где-то вот в сторонке и наружу не уплывали. Но сейчас, как бы, у нас появились две тачки, вот такие вот, к концу года, возможно, к середине его встречу. Ну, я добавлю, что он говорит конкретно про вот монарозаметры машинами, именно по требованиям международного милифедерации, на базах которых будут проводиться там соревнования. Ну, то есть, скажем так, нелюбительский уровень. Да, но по факту, на самом деле, он объективно сказал бы я, что можно сделать гораздо лучше и, там, обратиться на более интересные вещи, но просто есть определенная спецификация, которой мы должны придерживаться, в данном случае, это рули TGT, на которые будет проходить соревнования в Рим. Соответственно, Криво такой же руль оказался дома, поэтому мы вообще-то на своем проехали, вот прямая. Ну, объективно, ну, это очень красивая история, и мы вписались с четким пониманием того, что за этим мы получаем. И здорово, что это ведет там, и уже ведет и здесь. Вот. Что касается самого отбора и самих моментов, связанных с выявлением сильнейшего, для Белорусской Федерации Киберспорта, откровенно скажу, это первый опыт работы с автомобильными симуляторами. Первый опыт работы именно вот на такой результат и по Фаново, по выявлению сильнейшего для попадания национальной сборной. Вот. Поэтому мы очень многого не знали и продолжаем не знать. И мы очень плотно общаемся с самими пилотами, которые нас просвещали и на отборочных, и просвещали в этот приедь, потому что мы намерены создавать все условия, которые способствуют развитию виртуальных гонок. Поэтому мы будем развиваться вместе в завтрашнем дне и будем узнавать о них тоже много всего. Поэтому мы кинули клич. По большому счету, это был обычный релиз, просто в прессе. У нас было зарегистрировано в течение полутора-двух недели я не могу ошибаться предкостно 20 человек. Мы очень сильно были обескуражены, испуганы, я не знаю, что подобрать, какие слова, потому что у нас было загасано всего два кресла. которые ехали из Германии на отдельную доставку, и мы не знали, как сможем справиться с этим количеством людей. Слава Богу, как это обычно бывает, 120 в онлайне смелые, 60 приходят настоящих. Плюс, конечно же, порядка 95% участников оказались на ранней стадии и своего развития на виртуальном автоспорте. Поэтому очень быстро все проехали, отлично, у нас был целый день, мы гоняли на своей площадке, у нас есть площадка, потому что мы постоянно оборудовали по такому виду, как турниру. И, в общем-то, чуть-чуть антуражика, они подкинули нам колес, в общем, ну, это все там, ну, настоящих переселений. Кресло, мобильник, автомобильник, да. И, в общем-то, мы это все как-то успели так сделать. Но, в общем, прошло все, в общем-то, довольно-таки прилично, я так считаю. Что касается, вообще, самого этапа, самих конок и самих, да и про соперников, я думаю, Кирилл расскажет поподробнее. Единственное, я скажу одну вещь, которая очень, в процессе вот всего этого очень меня порадовала. Это человек, который, в принципе, конкурировал с Кириллом, он тоже мог занять первое место, но он оказался не резидентом республики. У него, да, то есть, у него получилось так, что он больше 15 лет уже здесь проживает, у него здесь недвижимость, семья, жена и дети и так далее, но в процессе разговора по телефону он говорит, я никогда не сказала, я никогда не думал, что вот это вот, ну, может привести к тому, что это будет последний капли для получения белорусского гражданства. То есть, по факту, да, по факту, вы подвигли человека стать гражданином? Не то, что я подвел, но я просто, это параллель, да, мы сегодня видим хоккей, хоккеистов, которые получают гражданство для того, чтобы показывать высокие результаты внутри клубов, сборных, неважно, и так далее. То есть, вот, меня радует то, что сейчас фея объявила о проведении такого рода соревнований, меня радует, что все эти филоскопические идеальные по поводу, что гоночки гоняешь, на компьютере, сейчас уже человеком возможности подвигнуть получить гражданство и дальше, в следующем году и впоследствии конкурировать с Кириллом и с другими ребятами, да, и действительно, ну, действительно, как бы это очень здорово. Мне все, Кирилл может продолжаться. Ну, я не знаю, вопрос к вам или к Кириллу, что это будет за соревнование, то есть, это будет сидеть, не знаю, 15-20 человек одновременно и ехать одну трассу, турнир, какие условия, пусть. Давайте, я расскажу, как будет проходить. Там у нас 31 человек. 31 человек будет участвовать, по одному человеку с каждой стороны. Вначале будет проходить квалификация на болидах Red Bull, это что-то типа Формулы 1, на жесткой резине трасса в Барселоне, Испании. По результатам этих отборочных все участники будут распределены на три группы, то есть, первую, первую, вторую, третью, третью и так далее. Дальше будут проходить уже гонки. Гонки будут проходить там 13 кругов с обязательной сменой резины, будет средняя жесткая и машина будет там прототип фити пальцев. То есть, она очень поворачивает, но все будут мучиться. Сейчас все в этом и готовятся. Вот. Дальше из каждой группы по три лучше будут проходить в финальную часть. Ребята, которые займут с четвертого по седьмого места в каждой группе, попадают в утешительный, из которого первый, второй, третий могут пройти в финал. Утешительные, еще более жесткие условия. Там будет машина Зонда, будет дождь и будет трасса Рэдбулл, ну, бывшая А1. То есть, там будет тоже очень сложно. И первых три, кто займет первое, второе, третье место, попадает в финал, но при этом в финале стартует последний. Финал будет на тех же Рэдбуллах в Барселоне, в 19 кругах с тремя типами резины. Ты должен проехать на каждом типе резины, уже тактику убираешь сам. Я добавлю очень много информации. Я улыбнулся, услышав, когда он сказал, что будет дождь, да? В футальном автоспорте можно точно знать, будет дождь или будет сухо, готовится к чему. У нас, к сожалению, чуть не так. Кирилл, это все в один день или это будет разбросано по-моему, с меня, потому что я так понимаю, что проехать такое количество в один день будет у нас практика и, по-моему, квалификация. Во второй день уже будут гонки, полуфиналы, утешительные финалы. Вы, насколько я знаю, пробовали себя с детства в виртуальных гонках, потом какое-то время были в реальном гонщиком автомобиле и сейчас опять в виртуальном. Где, на ваш взгляд, будет проще? Вам будет проще за виртуальным или, допустим, Дмитрию, Ксению, Ксению будет? Однозначно проще на реальном, потому что в виртуальном очень многое зависит от времени, которое у тебя есть. Там можно накатывать бесконечно. В реальности у тебя есть ограничения, то есть все практически в равных условиях. Там есть практика, там час, полчаса и потом уже там гонка, на квалификации. В виртуальном ты можешь там сутками сидеть. В этом вся разница. То есть уровень виртуального намного сложнее, чем уровень реальности. Правильно я понимаю? В виртуальном намного сильнее конкуренция, потому что это миллионы людей могут накатывать одну и ту же машину в трассу. В виртуальном реальности у тебя там будет 20 соперников, 30 максимум. И формально вы знаете трассу, по которой вы будете ехать. То есть вы, как только стали известны условия, вы могли только эту трассу катать только скажем так, с какими-то нюансами, которые вам там организаторы подкинут в видео. Ну, вы уже знаете, что будет тоже. Да, но это вся информация давалась частями и буквально вот на прошлой неделе в конце, чтобы не успели все, скажем так, ну, как подобрать слово такое попробовать накатать. Поэтому, но все равно есть люди, которые больше накатывают в этой игре, которые катают год-два. Будут участники, которые буквально на этой неделе у них это проходит в Токио, а они уже вот принятят эти соревнования. То есть у них накат просто колосами. А как давно вы вот вот конкретно вот в этом профессиональном виртуальном автоспорте? Потому что, ну, я, честно говорю, я до нашего мероприятия сел, попробовал, ну, я собрал, по-моему, все стены, ну, скажем так, что-то еще осталось, но это реально очень тяжело, когда смотришь, кажется, что все легко и просто, когда ты садишься, я не ожидал, что будет такая, допустим, обратная отдача от руля, и что ты реально... что надо, что здесь надо прилагать усилия, а не так, что ты сел и поиграл, как бы, в компьютерной гудочке. Ну, гранд туризма я начал катать в сентябре, когда узнал, что будет у нас отборочный. То есть опыт именно в этой игре совсем небольшой, но, в принципе, шансы есть. Вот, сам симрейсинг, то есть занимаюсь им где-то примерно с 2002 года, с 2000 даже года, когда начал участвовать в таких соревнованиях. Пробовал именно сами гонки виртуальные еще где-то в 91-м, 92-м, ну, сами игры. Вот, профессионально участвовал только в 12-м году, 10-м, 16-м с перерывами. То есть вот мы командой нашей в 16-м году участвовали в аэрэсинге, международном чемпионате, где участвуют и реальные гонщики в классе GT, то есть GT3 машины. То есть там состояли команды из трех групп человек, то есть спагетика, в реальность, там гонка три часа, то есть меняетесь пилотом и так далее продолжаете их. А GT машина у нас есть у нашей команды и она пошла или в GT будет предоставляться? Нет, она есть, она есть, находится сейчас в Австрии, она приближит к австрийской команде, а там наши ребята сейчас выступают за эту команду, поэтому они на этой машине будут участвовать, то есть это будет Ферраль 488-ая. Кирилл, а вы ездите со своим рулем или там все предоставляется на месте и все манифицировано или есть какие-то преимущества, что ты приехал со своим рулем? Нет, там будет руль, с собой брать его не надо, там будут 12 стендов, то есть для 12 участников по одному заезде. И как долго длится, не знаю, 13 кругов, 19 кругов вы сказали, да? То есть я могу себе представить, сколько это длится в формуле 1 круг, сколько это в виртуальных гонках? Ну, это примерно может минут 15-30 в зависимости от машины драться. Вы представляете своих соперников, знаете, их уже где-то пересекались, не знаю, вы же киберспорт, соответственно, может быть где-то видели и нас уже в интернете, в интернете, в ютубе. Да, на ютубе посмотрел, там какой же чемпионат в этой игре международный, там часть участников будут представлять свои страны, именно вот туда, куда вы едете. Поэтому я представляю их вы. Одна страна, один участник? Да. Да, во всех дисциплинах одна страна, один участник, и формат вот этого мероприятия заключается в том, что из каждой дисциплины будут идти очки в командный зачет. То есть, по итогу, после мероприятия мы получим свое командное место на данных мероприятиях. у нас уже априори меньше, да, с учетом того, что у нас пропадают две дисциплины. Там достаточно много стран, где представлено не во всех дисциплинах, поэтому на самом деле это не настолько критично, здесь главное в каждой дисциплине заявить себя и показать хороший результат. Каждое первое место Дима Нагул уже настроен правильно. Завтра вы сдадите на установке и все будет хорошо. Денис, у меня вопросы говорили, что вы везли установки из Германии вот эти кресла. А сколько стоит вот такой комплект? Насколько, я не знаю, Кирилл, насколько вообще скажем так финансово позволит себе наш белорусский участник? Ну, на самом деле в этом исполнении без визуал, без телевизора, потому что телевизор может от 400 долларов до полдора до 3000, может и больше, это стоит порядка 3000 рублей, один комплект и таких комплектов два. Мы планируем выйти к середине 2020 года на осень комплекта, чтобы у нас была возможность гоняется прямо по спирам на одной трассе и максимально баллистично все что-то выгодовало и все стояло на месте. Поэтому у нас скоро появится свой этап вебхах и EDC. в рамках соревнований по три мы планируем в следующем году проводить турниры параллельно делать отдельную такую зону и проводить чемпионаты. ну и скажем так пользуясь всем остальным инфраструктурой развивать дисциплину начинать все-таки отбирать на следующий год чтобы нам не приходилось буквально за месяц соревнований думать как бы это сделать и некоторые части машины приехали за полчаса до начала фора поэтому надеюсь в следующем году уже у нас будет серьезное понимание и пилотов и тех представителей которые готовы будут представлять страну Игорь ваша компания поддерживает автоспорт я так понимаю что во многом ожидание наших предыдущих спикеров может быть связано и с вашей компанией поможете им как-то с развитием скажем так автоспорта у нас в стране как как реального так и виртуального не откроет секрет что автоспорт активно развивается и в мире в Беларуси и мы его уже активно поддерживаем работая сотрудничая опять же по ряду ивентов по дрифтингу вот и ну я бы хотел сказать что очень рад за то что автоспорт наконец получил своего рода олимпиаду и это большой шаг вперед это новые возможности и в принципе со своей стороны еще добавлю что работая уже работая с федерацией гиберспорта с Денисом и с автомобильной федерацией мы уже достигли ряда успехов и впереди у нас еще масса всего интересного сейчас мы выходим на мировые трассы и здесь конечно компания париматч не могла упустить такую возможность автоспортивные игры проводятся впервые в истории и быть первыми это всегда передвижение считаю что наша сборная достаточно сильно представлена на этих играх участвовать в четырех из шести дисциплин это далеко не каждый спорт сбор насколько я знаю может себе позволить поэтому желаю чтобы все наши гонщики и реальные и виртуальные были заряжены побеждать время а на сколько белорусы активны и болеют скажем так за автоспорт для наших клиентов автоспорт это вызывает интерес это одно из заключений скажем так нашего целевого клиента поэтому здесь однозначно есть пересечения которые полезны для нас помимо всего прочего конечно мы заинтересованы в том чтобы развивать белорусский спорт добавлю также что здесь получился такой гибрид интересный помимо автоспорта здесь еще есть киберспортивная составляющая то есть это модные тренды которые которые уже являются настоящим и определенным будущим поэтому конечно это очень интересно ну несомненно это все будет развиваться в будущем потому что буквально вчера вот у нас была встреча с авторной проекта которая представляется уже учитель главных школьников с 11 лет в программировании виртуальной дополненной реальность и то что они рассказывают эти проекты которые они будут реализовываться дай бог чтобы мы с вами сбивались за нашими детьми потому что планом кроводил айти сфера у нас в стране развивается и я думаю Денис как никто другой знает об этом поэтому это айку с Александром и с Дмитрием надо будет переживать чтобы люди ходили на реальной автомобильной гонке и все в север в север в север в север Дмитрий я так понимаю что в дрифте у нас точно проблем с машинами нет ни с машинами ни с резиной вы будете выступать на своей машине да я буду выступать на своем автомобиле он уже с механиками сегодня рано утром уехал в Рим что за машина Nissan 200SX 700 лошадиных сил 900 ньютонов крутящий момент автомобиль который участвовал вернее я на нем участвовал во многих крупных гонках в РДС в российской серии в этом году участвовал автомобиль который может побеждать со мной вместе конечно же да потому что в дрифтинге очень большой разброс может быть по именно технике в отличии от картина например то есть у нас можно приехать на 500 лошади и например кто-то приедет на 3000 лошадиных силах и составить конкуренцию очень сложно мой конкретно автомобиль он позволяет выигрывать участвовать проходить технические скажем так требования потому что сейчас мы к примеру готовились к данной гонке две недели механики какие-то нюансы устраняли которые не проходят пути к требованиям которые проходят в Беларуси в России и так далее например на ФИА немножко ужесточили какие-то требования вот мы какие-то нюансы переделали ну а в общем автомобили я бы конечно какая будет трасса где будет проходить соревнования если у вас ну понятно запланированная дождя нет но есть ли какие-то условия по жесткости резины трассу мы не видели не знаем знаем что только у нас будет полтора часа тренировок в принципе этого мало для новой трассы но мы все будем в одинаковых условиях абсолютно 24 пилота 24 страны мы смотрим прогноз погоды видим что возможно будет дождь дождь мы не любим резину берем как для сухого покрытия так и для мокрого ну конечно же надеемся что будет сухо потому что зрелищность скорость и так далее очень сильно падает это новый результат хотя все опять же в равных условиях единственно что кто-то любит подожду ездить может легко это делать кто-то не совсем а как вам дождь? уже нормально потому что для беларуси дождь по-моему родной он выигрывал выигрывал поэтому все в порядке я только добавил бы что полтора часа тренировок на 24 пилота это не на одного буквально несколько заездов будет у Димы чтобы познакомиться с станцией перед квалификацией это в лучшем случае если кто-нибудь грубо говоря не развалится в первом повороте они полчаса будут эвакуировать там останется час поэтому условия такие достаточно сложные не так как в виртуальном автоспорте когда Кирилл уже знает заранее и уже может что-то с этим делать здесь как чистый лист бумаги да абсолютно неизвестная трасса неизвестная конфигурация но мы уже знаем кто члены жюри судьи в том числе кстати Райан Лонтейн судья форума Дрифта Америка который два года назад у нас судил этот чипонат от Логойска поэтому и с организатором и со всеми знакомыми мы понимаем потому что Дрифт это такая чуть не то чтобы субъективная но так или иначе нам нужно понимать подходы организаторов судей потому что есть разные школы РИФт разные требования где-то любят вот это больше где-то чуть по-другому поэтому у нас определенное понимание этого есть и я думаю что и более того это очень близко их понимание их стиль подход к тому что мы преподаем развиваем в нашей стране на своих жизни уже в последних десяти лет и поэтому я не то чтобы надеюсь а рассчитываю на то что Дима сделает абсолютно свой максимум и нам улыбнется удача В отличие от Кирилла встречались уже со своими соперниками представляете кто будет может быть уже где-то пересекались на трассах да конечно встречался многих знаю лично ну сколько двадцать четыре где-то восьмерых в принципе знаю с кем-то ездил в основном кого знаете Украина Россия Литва Латвия Эстония Польша Нилы ну пару человек вот из Венгрии Чехии то есть вот с ними мы встречались уже в той же Латвии на различных соревнованиях ну мы в курсе кто там будет все нормально кто фаворит Дмитрий Налюло на самом деле в Дрипте вот я организатор с большим опытом мне говорят кто победит ну это очень-очень сложно угадать техническая дисциплина плюс если в кольцком автоспорте совершил где-то какую-то ошибку у тебя еще 30 кругов впереди чтобы это нарастить упущено надеяться что соперник а здесь заезд длится 30 секунд и любая твоя ошибка может быть фатальной и очень критичной поэтому поэтому мы надеемся на опыт Дмитрия который не совершит никаких ошибок все чисто проедет и покажет хороший дисплеер по формату это опять-таки квалификация и потом основные заезды да? да это будет час тренировка потом сразу же квалификация и топ 16 уже проходят в следующий день уже парные заезды то есть в первый день это общий заезд квалификационные заезды и квалификация будет для каждого один бойчик участвует или ну дрифтинг это такой вид такой вид спорта где сначала один пилот должен выполнить задание которое поставили судей баллы мы получаем да кто выполнил его лучше получает максимальные баллы которые приближаются к 100 да и потом лучший первый пример в топ 16 едет с худшим это кстати несутся в ситуации стандартные парные заезды уже да да я понял ну что поговорим с юными друзьями ксения давайте наверное с вас как давно вы занимаетесь и как вообще сели на карте как Алексей сел за руль пусть малого наполида я представляю а вас как скажем так занесло на эти карьеры я занимаюсь уже 3 года а сколько вам лет 15 и начала смотреть формулу 1 мне понравилось и я узнала про Кате как не знаю сами сказали мама папа вот идите хочу или они предложили попробовать нет я сама в интернете нашла какие-то объявления и попросила маму узнать по телефону позвонить и сейчас как часто занимаетесь там не знаю в неделю картинга сколько дней в неделю ну 3 иногда больше сложно был отбор сколько вас было соперниц ну из девочек было только 2 из девочек было только 2 и ну достаточно сложно было какая дистанция отличается она от той дистанции которая есть у ребят сколько она там по не знаю по километражу да он поднял нельзя то есть на каких условиях будут идти соревнования сколько кругов и какой длинный трасса ну трасса мы еще не знаем какая будет трасса нам расскажут и про душ тоже нам скажут на месте уже ну она составляет один круг я добавлю это не классический картинг то есть это не гонка кольцевая а картинг с лавом такая дисциплина то есть там будут фигуры определенные где нужно будет просто проезжать вот данную конфигурацию трассу на время один круг на скорость но там не будет именно борьбы групповой гонки полноценные то есть это личные заезды получается да то есть насколько я понимаю это будет не простой карт это будет электрокарт ты пробовала когда на электрокарте да я пробовала но на прокатном а там будет учаться на кого проще наверное на прокатном не я имею на на электрическом или на двигателе на двигателе на медведенном девчо ну потому что больше опыта спасибо ксения алексей вы как оценили как попали в сморную сколько у вас было конкурентов и как давно вы занимаетесь картингом я так понимаю что у фона стоят ваши да оба то есть вы себе как вы выбираете на каком вы сегодня будете ездить думаю что в следующем году будет три уже потому что придется еще электрокарты как-то ну я так понимаю что если соревнования будут продолжаться то естественно следующий год по возрасту уже не пройдет ну у нас я даже не знаю как сказать сложно или не сложно всегда надо выкладываться на сто я не могу сказать сложно было или нет победил победил все поеду сколько участников не знаю 7-8 около десяти в общем на электрокарты пробовал пробовал но тоже не на таком который будет там я езжу на обычном кактинге соревнования в Прибалтику там у знакомых попросил там просто соревнования на электро проходят мне дали попробовать ну более-менее понял что за машина но все равно надо привыкать там будет мощнее знаете какие условия будут или Александр что какие там будут карты насколько для наших ребят это будет такая скажем приятная или не очень неожиданная сумма я это будут электрические карты с длительным бош на 10-киловатт ну думаю что он вызвал какие-то проблемы у нас есть планы как бы завтра по приюту у нас есть день мы будем пытаться там время искать похожую какую-то технику чтобы ребята попробовали поездить на ней то есть разобраться понять как она себя ведет думаю что вопросы будут хорошо в каком формате будут заезды у ребят то есть Дмитрия мы поняли да 30 секунд без права на ошибку какие условия у ребят квалификации это будет открытый автодром либо это будет какое-то закрытое помещение нет хорошо соревнования будут проходить на открытой площадке то есть на сегодняшний день все что мы знаем о дистанции то есть будет один какой-то зачетный круг до этого будут проходить тренировочные заезды будут проходить квалификации ну дальше согласно сетке будем проходить дальше до финальной криоты вот из деталей трассы мы на сегодняшний день знаем то какие фигуры будут там выставить как бы ребята сейчас тренировались мы тоже пытались ставить фигуры в тех размерах которые нам предоставил эфия может в каком порядке будут стоять эти фигуры и все остальное мы узнаем когда когда поедем на тренировок а сколько фигур надо будет ребятам пройти я думаю что из той информации которую мы собирали по этому порядку и будет десятка что-то новое для вас Алексей о цене в этих фигурах или стандартное то что выезжается ну честно говоря не давно не очень давно в этом спорте я даже не могу представить себе какие там будут но мне кажется должно быть похожее там сильно разные нельзя сделать на этих трассах ну с десяток это на мой взгляд уже раздует ну самое главное не заблудиться проехать в той очевидности в которой они будут расставлены то есть это уже как бы полуспеха наверное да то есть а какая конкуренция у ребят ну ребят хорошая конкуренция 29 стран приставлены поэтому будет как бы непросто ну всего получается как бы два зачета мальчики девочки и потом будут складываться результаты и дальше как бы от результатов показаны в одной и второй категории будем двигаться вперед поэтому им надо как-то обоим показывать достаточно стабильный результат то есть конкуренция даже выше чем 300 получается ну и каким возрастом ограничены участники возраст от 13 до 16 лет то есть младше нельзя старше тоже нельзя как-то ну все в равных условиях на самом деле конкуренция очень сильная по всеми дисциплинам то есть не надо сравнивать что в Кальцинге 29 стран то есть в Дрифте 24 надо понимать что все едут представлять страну и все стремятся как бы показать какой-то результат я думаю что легко не будет но я думаю что мы будем стараться да все шелудно и все хорошо а так напряжена то ну Ксения показала насколько она целеустремленная да сама нашла объявление сама загорелась маму попросила все звонят я думаю что она тихо сидит думает и мотивирует да в отличие от многих от вас очень сильная мы поговорили про трудности и какие скажем так награды и плюшки ждут как участников так и федерации которые будут принимать участие в этих первых играх честь и почет называется да но на самом деле это определенный шанс для нас заявить заявить не только на международную арену но и у нас конечно у нас есть автоспорт что у нас надо поддерживать развивать данную дисциплину потому что есть определенные стереотипы что гонщики зачем это нужно на улицах нельзя гонять а наоборот гонщики в городе ездят очень медленно потому что им не нужно никого адреналина или кому-то что-то доказывать так же как профессиональные спортсмены они дерутся на улицах и так далее да поэтому автоспорт нужно развивать и нам конечно же нужна определенная поддержка это для нас повод опять же заявить о себе и отдельно хотел бы поблагодарить компания полимач которая поддержала нас этой поездкой и белорусскую железную дорогу которая также поддерживает вот всю эту поездку без них мы не смогли бы это осуществить потому что федерация со своими собственными силами не не имели такой возможности ну в общем целом у нас вот задача опять же понять уровень тех дисциплин которые у нас есть на международной арене понимать к чему стремиться задач много но мы будем стараться и самое главное всегда знать что мы делаем максимально на что вот конкретных условиях способны Денис какие-то для вас предусмотренные преференции по этому мотивирую ну преференции лично для нас наверное не присутствуют никаких я имею ввиду если мы говорим сейчас того как на мотивированной ценности я не знаю какие-то такие вещи мы сейчас говорим больше о перспективах развития популяризации популяризации да потому как насколько я слышал сегодня существуют программы фе которые учреждают гранты выявление пилотов на ранних стадиях выявление пилотов на ранних стадиях в этом можем помочь используя свои с вами бандования вот поэтому также в наших планах развития в этом всего дело дополнительственного оборудования у нас официально в списках дополнительного образования киберспорт уже есть и в рамках инновационных классов которые мы будем запускать в республике мы видим наличие там какого-то капсулы для симвейсинга для того чтобы работать с детьми до самого раннего возраста теории PC-практики консольной практики будет еще это все поэтому ну и конечно же самое самое важное для нас это симвейерогенство классический спорн в первую очередь не потому что но в первую очередь для местного социума к сожалению очень часто бывает так что инновационные виды деятельности не развиваются достаточно быстро потому что социум их не воспринимает социум не воспринимает их по определенным причинам потому что для кого-то это просто ну что-то ну какая-то игрушка там и так далее вот сейчас мы четко видим что есть признание мировое мы знаем что об этом очень много говорит МОК мы еще раз повторяем что мы наши спорта не отличается ничем от любого другого спорта у нас только медалевый у нас не машина мячик там плавки шапочка у нас компьютер с клонавиатурой мышки ну и вообще если так погрузиться то спорт вообще это две составляющие есть спорт это часть физическая культура физкультура и вторая часть умственная деятельность вот здесь мы и шахматы вот прям вот вот рядышком поэтому мы рады и я точно знаю пока не могу говорить но я уверен что это не последняя интеграция и синергия в большом спорте по отдельной пресс-ноференции расскажем еще поэтому для нас видны тенденции тренд перестал просто орущим трендом а начал получать какое-то взаимодействие ну и соответственно очень рады я особенно я этим занимаюсь 18 лет соответственно понимаю что не зверя прожим слава но ваше объединение с автоспортом это вообще просто на поверхности да то есть отрабатывать на вот на этом кресле какие-то элементы для наших гонщиков я так понимаю вот как мы сайком говорили до начала да проще видеть виртуальные стены чем реальные машины но я вот пример приведу один из хуже сильнейших пилотов нашего чемпианта Роман Конратенко который еще в прошлом году был новичком так вот всю зиму тренировался на симуляторах вот прямо много много и даже и на первом этапе чемпионата Беларуси поднялся на пьедестал выиграв кстати в мокрую погоду хоть Дима на гулу поэтому сказал я даже не люблю и о том что конечно это же все помогает и таким образом тоже можно тренировать свои навыки какие-то понимания потому что это определенное там не только нужно знать как на педаль нажать нужно понимать чувствовать позицию выбирать правильную для каких-то перекладок в дрифте и так далее а в кольцевых такие другие свои задачи поэтому естественно за этим будущее Денис сказал о том что есть уже как дополнительное образование для нас это тоже интересно потому что таким образом мы можем видеть на ранней стадии и понимать выявлять какие-то таланты у детей потому что здесь тоже определенно нужно иметь способности не имея способностей очень трудно добиваться в каких-то конкретных дисциплинах поэтому с помощью киберспорта цифровых гонок тоже можно уже на ранних стадиях понимать какие дети которых дальше уже настоящий автросбор продвигать будем надеяться что все это поможет можно еще добавлять я чуть раньше сказал что ребята будут бороться только за честь и почет я подумал что не совсем правильно и будет наверное интереснее если мы как компания партнер учредим некие номинации при достижении никаких хороших результатов я думаю никто не расстроится из-за участников сегодняшнего нашего мероприятия друзья коллеги есть у кого-то еще вопросы нашим гостям потому что мы так можем долго разговаривать но на этом я хочу наверное пожелать удачи всей нашей сборной обоим нашей федерации в предстоящих играх единственное мне сказали они пройдут с 31 октября по 3 ноября по 3 ноября пожелаем будут держаться плаки за наших ребят надеяться на хорошее выступление достойное выступление желаем всем удачи желаем всем проявить себя до новых встреч у нас на площадке «Искурник Беларусь»